Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Те, у кого были открыты счета Виста в компании Гермес, с нетерпением ждали 1 октября, потому что именно на эту дату было обещано произвести определенные действия. И в данном видео мы как раз обсудим, было ли выполнено данное обещание, а также вы сможете прослушать запись созвона, который мы сделали в нашем телеграм-чате 1 октября. Итак, давайте еще раз посмотрим, что конкретно обещалось на дату 1 октября. Я это рассматривал уже в предыдущих видео, но, возможно, вы эти видео не видели, поэтому не лишним будет повторить. Итак, объявление от 21 августа 2022 года. Уважаемые клиенты, прежде чем создать новый функционал и произвести начисление инвестиционной прибыли, нам необходимо полностью восстановить все транзакции системы. Процесс трудоемкий и занимает много времени. По предварительным расчетам, данный блок работ мы закончим к 1 октября 2022 года. Это позволит вам сверить ваши транзакции с балансами, а нам убедиться в целостности полученной базы данных. Благодарим вас за терпение и понимание. Команда делает все возможное для скорейшего восстановления системы и организации выплат. С уважением, администрация. Итак, здесь действительно называется дата 1 октября, но, еще раз подчеркиваю, что здесь не говорится, что выплаты возобновятся или появятся 1 октября. Здесь сказано, что данный блок работ мы закончим к 1 октября. Какой данный блок работ? О нем сказано выше. Нам необходимо полностью восстановить все транзакции системы. Процесс трудоемкий и занимает много времени. То есть, по сути, согласно данному объявлению, они в течение этого времени к 1 октября должны были восстановить транзакции системы. И вот наступило 1 октября и появилось следующее объявление. Уважаемые клиенты, нам удалось восстановить транзакции системы. То есть, в принципе, то, что они и планировали к 1 октября восстановить, они и сделали. Ознакомьтесь с историей транзакций и дайте обратную связь через ваших консультантов, руководителей. В ближайшие 8-12 рабочих дней, то есть, если добавить сюда выходные, это получается 2 недели или даже больше, будет проведен анализ сверка контрольных сумм согласования данных с другими службами, а также разработан план по дальнейшей разработке необходимого функционала. По завершении работ, перечисленных выше, мы детально проинформируем вас о последующих шагах и сроках. С уважением, администрация. Некоторые поделились скриншотами из своих кабинетов, на которых можно видеть различные операции из истории транзакций. Большинство подтверждают, что, в принципе, видна вся история транзакций, начиная с момента открытия счета. Вечером 1 октября мы провели в нашем телеграм-чате созвон, на котором обсудили последние события и текущую ситуацию. Созвон получился достаточно длинный, около двух часов, поэтому я разделяю его на две части. Сейчас вы услышите первую часть, которая прошла в формате вопросов и ответов, а вторая часть получилась не менее интересной, потому что на ней присутствовал человек, который, по его словам, знает Романа Василенко более 20 лет. И на этом созвоне он высказал достаточно много интересных сведений о ситуации в компании Life is Good. Поэтому рекомендую, когда появится вторая часть созвона, тоже обязательно ее просмотреть. Андрей, я хотел спросить, а вообще у всех бьются балансы с ежемесячной пассивной прибылью, вот которая пришла? То есть у всех вообще все эти цифры совпадают, которые, ну, в теории должны быть? Или не у всех? Ну, Алексей, привет, поясни, пожалуйста, что ты имеешь в виду, бьются балансы? Я не очень понял вопрос. Ну, вот, примерно, у меня, ну, на счету 70 тысяч, это вместе с займом, ну, евро, со всеми там надбавками, но у меня не бьется ежемесячная прибыль, с, ну, с балансом, который вот у меня 70 тысяч евро. То есть у всех все бьется, у всех все четко по счетам. Я хотел спросить, вот, как бы, ну, в общей массе людей. То есть у всех все, ну, ровно. Ну, смотри, вопрос, у тебя вот эти цифры, которые ты сейчас видишь, соответствуют тому, что было на февраль? Да, балансы все четко. То есть общая сумма на счету, она у меня бьется. Но ежемесячная прибыль, которая, ну, была вот эта пассивная, она, ну, там, два, два с половиной процента, 1,8 процента. Ну, как бы, как вам бесить, она, ну, как сказать, вот там, иногда бывает, что, допустим, там, 1500 евро, да, падает ежемесячная, иногда бывает, что там 1200, 1800, а иногда бывает просто там 100 евро, ну, к примеру, но не соответствует этой ежемесячной процентовке. Слушай, ну, это, наверное, надо, если в личке мы потом с тобой спишемся, если ты мне можешь предоставить конкретно скриншоты, чтобы видно было, потому что, ну, в принципе, я с таким не сталкивался, именно, чтобы не соответствовать. Обычно, если объявляется, например, какая-то доходность, допустим, полтора процента, ну, по крайней мере, те люди, которых я знаю, у которых открытые счета ВИСТа, ну, не жаловались, что у них несоответствие. Как правило, соответствует. Бывают месяцы, когда доходность выше начислялась, бывало, бывали месяцы, когда доходность даже меньше одного процента, обычно в декабре или в январе, вот, но, как правило, соответствовал. Но, повторю, учитывая всю эту свистопляску, которая происходит за последние полгода, понятное дело, могут быть какие-то сбои и так далее. Поэтому вот... Ну, я поэтому про сбои и говорю, что, может, какой-то сбой там в системе, или как она там, правильно. Но будем разбираться с наставниками. Ну, да, потому что, собственно, они же как раз об этом и пишут в последнем сообщении, что будет проведена... Да-да-да, все правильно. ...мерка контрольных сумм, да. Другой вопрос. Опять же, надо понимать, что за последние полгода многие даже лидеры ушли из компании. И, соответственно, с кем там консультироваться и куда человеку обращаться, если, например, его вышестоящие вообще уже ушли из Life is Good. Тут вопрос, конечно, интересный. Нет, я так понимаю, Андрей, если твой вышестоящий куда-то слился, да, то ты автоматом переходишь на того человека, который выше его. Ну, по иерархии так назовем. Я так это понял. Ну, я понимаю, просто куда, например, идти людям Сергея Сальникова, который, как я понимаю, ушел там и сам, и многие лидеры из его команды. Ну, это... Остается обращаться непосредственно к Роману Василенко, да. Сегодня первый слот что-то не открыл, да, кабинет наш? Ничего не обещает? Ну, Аманжол, в принципе, многие... Многие зашли в кабинеты Гермеса и увидели именно историю транзакций, историю начислений. Вы не смогли попасть в кабинет? Нет, зашли, посмотрели, но... Да, дальше там нету этого вывода, средства, отправить, кому... Все как картинка, фотография, и все. Видим-то, видим, а дальше кому отправлять, куда отправлять, ничего уже нету. Такой, типа, как кринчот, как бы, виртуальные деньги или что, непонятно в общем. Дошли-то, зашли, а дальше он не оправлять, ни вывода средства нету там. Но это Аманжол. Никто и не обещал, что 1 октября появится вывод средств. 1 октября обещали восстановить историю транзакций. И пока похоже, что это сделано. У вас сумма на счете, который вы сейчас видите, вот эти транзакции, соответствуют тому, что было раньше? Соответствуют, но, по идее, который полгода, там, почти 7 месяцев или полгода, процент не начислилась, проценты не упали. Да, это как раз то, что спрашивает Константин по поводу доходности. Смотрите, сейчас, насколько я понимаю, у них стоит задача восстановить данные, скажем так. То есть удостовериться, что данные, которые сейчас в кабинетах, соответствуют данным на момент отключения сайтов. То есть пока вот так вот. А по поводу доходности, Константин, ну, тут вопрос интересный. Я так понимаю, что сейчас они будут заниматься восстановлением вот этих данных на начало марта. Еще раз прочитаю вот это последнее сообщение. Ближайшие 8-12 рабочих дней будет проведен анализ сверкоконтрольных сумм согласования данных с другими службами. То есть будут восстанавливаться данные на начало марта, то есть на момент исчезновения сайтов. И когда это все будет восстановлено, ну, как я понимаю, видимо, они будут уже тогда, ну, решать, что делать с оставшимися месяцами. То есть с марта по сегодняшний день. То есть 7 месяцев, которые прошли. Как это будет, это вот вопрос интересный. То ли они будут прикручивать какие-то варианты ввода-вывода, как вы помните, был подключен ввод и вывод через криптовалютные кошельки еще в январе, по-моему, если память не изменяет, в январе или феврале. Вот, возможно, так они будут делать. Не знаю. То есть сейчас загадывать сложно. То есть сам факт, что мы сейчас видим те средства, которые у нас были на балансе на момент исчезновения сайтов, то есть на начало марта, плюс восстановленная история транзакций, ну, говорит о том, что им, Роману Василенко, удалось достать вот эту базу данных, которая была изъята. Ну, или ее копию. Уж каким образом он там ее доставал, это его вопросы. Осталось дело за малым, как говорится, начать выполнять обязательства перед инвесторами. Если раньше, например, несколько месяцев назад люди говорили, почему Роман Василенко не платит, я приводил такой аргумент, что даже если у Романа Василенко есть там миллионы и миллиарды, но нету базы данных, то платить невозможно, по той причине, что неизвестно, кому и сколько надо платить. Но сейчас, по факту, насколько мы видим, все данные у него есть. То есть есть кабинеты, и в кабинетах написано, сколько у кого средств находится на балансах. А раз эти данные известны, то ему остается только начать выполнять свои обязательства. Каким образом это будет, это уже время покажет. Ну, я так понимаю, раз система ввода-вывода через криптовалюты хорошо работает, а на новом сайте, насколько я вижу, она неплохо работает, и все достаточно прозрачно, и ввод, и вывод можно видеть через систему блокчейн. Так что, возможно, и на старом сайте, я имею в виду Гермес Рекавери, возможно, они тоже сделают что-то подобное. Хотел вопрос задать всем, и Андрею тоже, в связи с последними событиями, спецоперации и так далее, вот эти финансовые ограничения, ну, для России, там, санкции. Как вообще Быстрей работает? Он же и в Казахстане работал, в Кыргызстане, насколько я знаю, вот это как-то не сказалось вообще в целом. То есть там-то вообще кто происходит? В Казахстане, Кыргызстане, Белоруссии, насколько я знаю, работал Быстрей, да? Кто-нибудь что не знает? Ну, в Белоруссии, по-моему, он никогда не работал, был кооператив открыт Россия, Казахстан и Кыргызстан. В России, насколько, если вы подписаны на официальный канал Быстрей в Телеграме, там господин Крючек, руководитель кооператива, объявил, что в очередной раз правоохранительные органы изъяли всю документацию, все данные и, так сказать, опять парализовали работу кооператива, то, что восстанавливалось несколько месяцев. Вот. А что касается Казахстана, Кыргызстана, то тут ничего не могу сказать. Если сейчас присутствуют представители из этих стран, пожалуйста, скажите, кто знает, как там дела обстоят. Ну, пока тишина. Вот. Поэтому сложно сказать. Собственно, ну, мои мысли такие. Дело в том, что, конечно, российский кооператив был, можно сказать, таким родоначальником. Да, то есть он был первым кооперативом. Уже потом открывали кооператив в Казахстане и потом в Кыргызстане. И, конечно, вот эта ситуация с российским кооперативом, когда арестованы счета, арестовываются квартиры, правоохранительные органы изымают документацию. И, конечно, ну, даже если предположить, что в Казахстане и Кыргызстане каким-то образом это все работает, дело в том, что, насколько я знаю, в Казахстане и Кыргызстане отдельные кооперативы. То есть они зарегистрированы по местному законодательству. Они работают отдельно. Но, естественно, из-за вот этой ситуации в России правоохранительные органы в этих странах, Казахстан и Кыргызстан, глядя на то, что происходит в России, они могут тоже предпринимать какие-то меры. То есть, например, если они видят, что правоохранительные органы приходят в офис кооператива и изымают всю документацию и так далее, парализуют работу кооператива, потому что считают, что деятельность кооператива там незаконна и так далее, то в данных странах тоже могут такие ситуации возникать. Тем более, тем более, что уже в нашем чате, кстати, еще где-то в марте или апреле было такое обсуждение. Значит, некоторые, некоторые неоднократно говорят, что вообще правоохранительные органы пристали к нашему кооперативу, у нас все четко, все легально, все по договорам. Ну, что касается российского кооператива, взносы, боевые взносы действительно делались банковскими переводами, как бы все четко тут сложно придраться. А вот, как раз я сам живу в России, сам я в Казахстане не нахожусь, но у нас в чате были люди из Казахстана, которые говорили, что, например, взносы в казахский кооператив невозможно было делать банковским переводом. То есть, там средства нужно было передавать, как бы делать взносы в кооператив через директора. И как раз я общался с одним директором из Казахстана, он сам говорил, что ему эта система не нравится, когда люди несут деньги ему, а он как бы чувствует за это ответственность. Он не хотел на себя брать ответственность за чужие деньги. Вот. И получается, что, ну, те люди, которые говорят, что в России у нас кооператив работает четко там, и все платежи происходят четко по банковским счетам, это так. Если мы говорим именно про кооператив. Но, опять же, насколько я знаю, в Казахстане, в Кыргызстане это не так. Там именно много использовалась наличка. Вот. И это тоже вызывало определенные, так сказать, ну, не то что беспокойства, а определенные действия правоохранительных органов. Потому что они видели в этом, ну, скажем так, определенную схему. Одно дело, когда гражданин сам переводит со своего счета на счет кооператива все, как говорится, по бумаге, по договору. А совсем другое, когда это происходит из рук в руки где-то в офисе. Это воспринимается уже совсем по-другому. Вот такая ситуация. Но, повторю, я нахожусь в России, не в Казахстане. Если у нас есть тут пайщики кооператива из этих стран, вы лучше знаете там ситуацию, можете прокомментировать. Как вы думаете, вот по поводу вот этих вот отображений, вот этих транзакций, ну, что дальше? Никаких сроков не указано, что они дальше собирается делать? Может, это опять оттягивание времени? Да, привет, Николай. Ну, во-первых, сроки указаны, сказано, в ближайшие 8-12 рабочих дней будет проведен анализ. Я согласен, что это очередной перенос сроков, но, как мы уже и я в своих видео тоже обсуждал, например, на 1 октября никто не говорил, что вывод подключат. Было сказано, что к 1 октября должны восстановить транзакции. Похоже, что их действительно восстановили. Вот. Сейчас, в ближайшие недели, насколько я понимаю, они будут именно все перепроверять. И их задача, скажем так, удостовериться, что нет сбоев, что все вот эти балансы, транзакции, что все четко. После того, как они это закончат, вот Константин задавал вопрос, а как быть с доходностью за последние 7 месяцев? Логика подсказывает, что они должны сделать какое-то объявление, что, ребята, значит, ну, у меня были какие предположения? Возможно, Роман Василенко скажет, там, давайте, ребята, вот смотрите, мы восстановили ваши данные на счетах ВИСТа. Значит, балансы вот такие-то. Давайте мы, значит, допустим, эти балансы каким-то образом перенесем на сайте, на новом сайте United to Live. Возможно. Ну, это как бы просто предположение. Может быть, они будут доделывать вот этот сайт Hermes Recovery. Не знаю. Потому что, даже что касается самой компании Hermes, давайте вспомним, юридического лица Hermes Finance, зарегистрированного в Британии, больше не существует. Оно существовало до 28 июня. Все. Оно просуществовало полтора года. Было зарегистрировано в январе 21 и прекратило существование в июне, 28 июня 22. Все. И, как мы знаем по документам, это вообще оптовая компания была даже. Не финансовая, да? И, ну, пытаться восстановить компанию Hermes. Там некоторые спрашивали, а что вообще за юрлицо? Сейчас, по факту, никакого юрлица нет. Возможно, они что-то сделают, что-то зарегистрируют. Ну, непонятно. То есть, опять же, как я и говорю, немалая моя конкретно претензия к Роману Василенко в том, что нет нормальной коммуникации с людьми. То есть, он 7 месяцев, за 7 месяцев не было ни одного нормального обращения, вебинара, комментария, какого-то разъяснения, чтобы он вышел к народу и объяснил бы, что конкретно происходит и каким образом эти вопросы все решаются. Вот он там где-то в Европе заховался, товарищ офицер, и, как говорится, и затихарился, и все. Да, ну, как бы некоторые говорят, он молчит, но он делает. Ну, согласен, да, какие-то телодвижения есть, но все-таки, извините, как говорится, одно дело, когда все было хорошо, и на сцене, когда проводились большие мероприятия и конгрессы, там, и Василенко, и директора все соловьями заливались, да, как все классно. А тут начались сложности, да, и все затихарились, все ушли в подполье. А потом еще удивляются, а почему люди разбегаются по другим компаниям. Вот поэтому и разбегаются, как русская поговорка, друг познается в беде, правильно? Ну, вот настали сложности, сложные времена. И вот время показало, кто как себя ведет. И мое, ну, с моей точки зрения, товарищ офицер должен вести себя как-то по-другому. Раз уж ты себя позиционируешь, как человек чести и смелый. Помните, как в одном ролике «Меня учили убивать». Готов был его убить, и я был к этому уже готов. Я закончил высшее военное училище, я прошел специальную подготовку. Меня несколько лет учили убивать. Где ты такой смелый? Спрятался там в Европе, и за 7 месяцев ни одного видеоролика не заснял. Для людей, которые тебе поверили, в твою компанию деньги вложили. Смельчак ты наш. У меня еще вопрос, смотрите, вот там написано. То, что обратиться к своим консультантам. Вот я не хочу к нему, к этому консультанту обращаться. Он мне как бы вообще по боку. И у меня два счета, жены, счет считай, жену затянули туда. И, соответственно, жена затянула меня, условно говоря. И обращаться к этому консультанту я как бы вообще не хочу. И какие мои дальнейшие действия? Что, просто ждать и сидеть? Ну, Николай, видишь, это тоже такой щекотливый вопрос, я бы сказал. Потому что, действительно, за 7 месяцев, именно потому что Василенко и остальное руководство так себя ведет, потому что, если бы они вели себя нормально, открыто, разъясняли людям, какие существуют проблемы, что делается для решения этих проблем и так далее. То есть, народ... Сетевой маркетинг – это бизнес информации прежде всего. А тут получается сломанный телефон. Информация передается в виде каких-то там слухов, сплетен, сообщений. В своем... На канал Василенко подписано там на YouTube 800 тысяч человек, на Telegram канале там, по-моему, 13 тысяч человек. То есть, при желании, любую информацию там можно разъяснить, опубликовать и так далее. Ну, конечно, вы скажете, ну, там он регулярно что-то публикует. Да, там сплошь идет мотивация, какие-то советы по бизнесу и так далее. Вот. А людям нужна конкретика. Что происходит в компании? Вот, правильно, Николай правильный вопрос задает. Вот конкретно его ситуация. Что делать? Они написали, вот обращайтесь к консультантам-руководителям. А что делать тем, у кого там консультанты уже, ну, сбежали, например, или не хотят уже, так сказать, заниматься Life is Good и Гермес, и ничего общего не хотят с этим иметь, к примеру. По идее, Николай, я думаю, что они, наверное, ну, понимают этот момент и должны сделать какой-то, не знаю, как это сказать, ну, например, опубликовать, что, окей, у кого там консультанты выпали из процесса, скажем так, не коммуницируют, то вот, пожалуйста, пишите вот на этот имейл. То есть, допустим, как обычно в компаниях бывает, есть некий имейл поддержки или телеграм-поддержки, куда можно написать и с какими-то техническими вопросами обратиться. Ну, пока не... Все. То есть, никакой обратной связи. А сейчас, когда вот это все, какое-то началось движение, этот человек начал в группу писать, там, вот это вот у нас хорошая новость, идет вот такая-то программа, то есть делаются, разрабатываются вот такие-то шаги. То есть, он уже воспрял, то есть, опять, ну, какой ты консультант или какой-то ты директор, извини меня, если ты обосрался перед своими людьми и сейчас ты пытаешься вновь свой авторитет набить. Я к такими людьми вообще никак не хочу даже, не то, что общаться с ними, видеть их даже не хочу. Ну, Николай, ситуация понятная. Я думаю, что немало есть людей, которые тоже обижены на своих консультантов там или вышестоящих, вот. Ну, что делать? Повторю, что разумный шаг будет со стороны компании опубликовать какой-то имейл или телеграм, куда можно обращаться именно напрямую, то есть без, так сказать... Кстати, Николай, а если говорить над твоим консультантом, у тебя есть какой-то контакт с более высокими уровнями? Ну, к сожалению, нет. Вообще нет. Потому что темный угол уже изначально был. Я как-то, знаете, я не доверял, наверное, больше у меня пошло от жены. Жена говорит, я вот уже как бы состою, у меня там какая-то прибыль. И я как бы, понимаете, тут все, мне кажется, все, которые здесь находятся, люди, в том числе и вы, мы как-то все-таки на доверии, да, живем? Ну, до последнего, на доверии. А потом, когда вот такая вот к Тавасе начинается, мы уже начинаем разборы вести. Ну, то есть опыт получаем, то есть вот, ну и все последующие, исходящие, вот, как бы, у меня поняли. Ну, да. Понятно. Так, у нас уже 26 человек. Коллеги, еще раз повторю вопрос. У всех получилось попасть в кабинеты Гермеса и увидели ли вы там свои транзакции. Или есть те, кто, например, в кабинеты попал, но транзакции не видят. Я зашел, все транзакции отобразились. То есть вот вообще и в том кабинете, и в том кабинете, то есть и у жены, и у меня. Но, понимаете, как бы, есть вопросы даже там местами по этим транзакциям, есть вопросы. Ну, ты имеешь в виду, есть вопросы, что, ну, ты вроде бы таких транзакций не делал, да, и не знаешь, что это такое. Нет, там с плечами, я же плечи делал, и вот с плечами там есть вопросы, но я не стал на них заостряться. Последняя информация, последний мой криптовывод был, он отображен верно, корректно. Стойте, подождите, Андрей. Момент такой, да, вот прям вот, понимаете, в моменте сейчас вот жена мне напомнила. Последний был криптовывод, еще один у меня. То есть деньги были списаны со счета, но они не пришли, то есть на кошелек, и как раз начался скам. Ну, это... Со счета они списались, а на кошелек USDT они не пришли в Binance. Я понял, да, у меня аналогичная ситуация, потому что как раз в конце февраля я сделал заявку на вывод, на криптовалютный кошелек, и точно так же на кошелек они уже не пришли в сайт, потом исчезли. Баллоны, таблика. Вы слушаете нас? Да, говорите. Я просто только к вам присоединился, я просто не могу понять. Сегодня обещали открыть наши счета. В итоге она не открылась, да? Я правильно понимаю? Я только с работы вышел. Ну, смотрите, вы в кабинет Hermes Recovery заходите, там увидели транзакции ваши? Да, я увидел все мои транзакции, считая все мои деньги, я увидел, но пока на вывод никаких новостей нет, да? Да, смотрите, насчет 1 октября и не было объявления, что будет вывод прям 1 октября. То есть говорилось о восстановлении транзакций. Если читать, повторю, просто у нас получается подключаются позже участники, да, в наш сейчас созвон. Еще раз прочитаю объявление. В ближайшие 8-12 рабочих дней будет проведен анализ сверка контрольных сумм, согласование данных с другими службами, а также разработан план по дальнейшей разработке необходимого функционала. То есть получается еще хорошая новость, смотрите, в том, что транзакции восстановлены, во что я сам не очень-то верил, так сказать, не было уверенности, что все, ну, они это сделают. Мы все-таки сделали. Хорошо. Это как раз показатель того, что у Василенко есть актуальная база данных. То есть балансы соответствуют, транзакции тоже соответствуют. Вот. Это хорошо. То есть это значит, что в принципе есть актуальная база данных, и теперь уже получается в ближайшие пару недель они будут все перепроверять. Если вдруг у кого-то есть какие-то несоответствия, надо будет об этом сообщать. Другое дело, в тексте написано, что сообщать надо через консультантов и руководителей. Но Николай тоже правильный вопрос задал, так сказать, если нет желания там обращаться через своего консультанта или может быть у некоторых консультанты сами не в курсе, что вообще происходит. То есть по-хорошему компания должна дать какой-то email или телеграмм, не знаю, контакт в телеграмме или в каком-то мессенджере, чтобы можно было обращаться. И после того, как это эта работа будет проделана, вот уже после этого, видимо, они должны будут думать про вывод. То есть каким образом будет вывод происходить, через какие платежные системы. Ну, логика подсказывает, что через, также через криптовалюту, как это делается на новом сайте сейчас. Спасибо, Андрей, вам большое. Спасибо. Андрей, вот вопрос хотел задать, я сейчас знаю, что вы выложите эту информацию в YouTube. Вот хотелось бы задать вопрос по поводу нашего чата, вашего чата, точнее. Да. Вот те там сила прав, истина рядом, потом фотография с прапорщиком задом, Татьяна Артистова. Вам не кажется, что это все подставные лица и сотрудники правоохранительных органов, либо какие-то люди, которые заинтересованы в раскачивании вот этой ситуации, ну, провокатора так называемая. Вам это не кажется? Потому что одни и те же люди пишут одни и те же сообщения, пропагандируют написание заявлений, там, телефон, исследователь и так далее. Как вы думаете по этому поводу? Какое ощущение, что люди умышленно это делают? Это не случайность. То есть они в ваш чат заходят как на работу, просто ходят как на работу и пишут, эти сообщения, как будто это их работа, за которую платят деньги. Мы не думали об этом? И почему вы не блокируете одних и тех же вот этих лиц? Ну, смотрите, блокировать за то, что человек высказывается или чем-то недоволен, ну, допустим, Татьяна неоднократно высказывала, что из-за кооператива она оказалась в сложной ситуации. То есть у нее нет жилья, деньги вложены в кооператив. Вот. То есть как бы и ну, рассуждать молчи, молчи и помалкивай в тряпочку и не смей негативить против нашего там великого президента, в чем величие это. Даже, как видите, я сам достаточно открыто высказываюсь и критикую Романа Василенко, потому что, извините, есть за что критиковать, потому что куча, вдумайтесь сами, сколько денег, миллионы долларов были потрачены на приглашение там разных звезд мировых, которые приезжали, выступали на конгрессах, песни пели, клипы снимались, это все классно и замечательно, но я уже на предыдущих созвонах говорил, уголовное дело когда открыли? В октябре 21-го года в Российской Федерации. Господин Василенко был в курсе, что уголовное дело открыли? В курсе. Если идет уголовное дело, есть ли вероятность, что провоциально... Андрей, Андрей, я вас перебью, просто смотрите, просто одни и те же люди пишут одни и те же сообщения и пишут у телефона следователей, это просто, ну, вы не думаете, что это просто система? То есть, ладно, артистского, там понятно, она там, ну, иногда проскакивает, но одни и те же люди, причем без фотографий, без аватарки, без всего, так вы думаете? И что? Система радует? Ну, мне кажется, что это, мне кажется, что это система. Нет, смотри, Алексей, вот, давайте так предположим, к нам в чат добавится следователь, который конкретно ведет следствие. Я думаю, они уже там есть. Андрей, я думаю, они там есть. Там и следователи, кого там только нету. Ну, и, то есть, ты предлагаешь блокировать любых представителей правоохранительных органов? Давайте заткнем всем. А, Андрей, я ничего не предлагаю. Я просто высказываю свои мнения и знаю, что это, вот это видео сейчас окажется на Ютубе. И я хочу, чтобы это просто люди услышали и просто анализировали. Я знаю, что наш диалог окажется на Ютубе. И я хочу, чтобы это все услышали. И все. Отлично. Просто еще раз, смысл, как я неоднократно повторял, смысл нашего в чата, чтобы можно было высказывать... Я понял, о чем вы говорите. Просто то, что вы сейчас не ответите, мне это вообще не имеет никакого значения. Я просто хочу, чтобы это услышали люди. Просто еще раз, в чат может зайти человек, там, в наше время люди без проблем ставят себе аватарку другого человека. То есть, боты существуют. Поэтому, как ты проверишь, та у него аватарка или не та, реальная она или нереальная. Это я не собираюсь тратить свое время там на вот эти вот вычисления, кто реальный, кто нереальный. Да, было бы здорово, если бы все там писали свои реальные имена, ставили реальные фотографии и так далее. Но, повторю, ситуация в компании непростая. И не будем забывать еще, ребята, что семь месяцев нет выплат. То есть, кто-то, кто-то может гарантировать, что они будут. Я вот не могу гарантировать. Их семь месяцев переносятся сроки. Помните, нам еще про июнь сообщения были. Вот в июне будут кабинеты, да. На дворе уже октябрь, на минуточку. И поэтому люди, которые обозлены, у которых долги какие-то, тяжелые жизненные ситуации, я их разве могу винить, что они злятся. Кто-то пошел и написал заявление, и у него есть вот желание, чтобы другие шли, тоже писали заявление. Ну что, это его решение, понимаете. Кто-то верит, что все наладится и выплаты будут, ну хорошо. А кто-то уже ни во что не верит, и пошел написал заявление. Это у каждого свое решение. Вот, Андрей, я знаю человека, который написал заявление, и что толку? Вот, он пришел, написал заявление, ему следователь просто задает, ты деньги как передавал, перечислял или наличие отдал? Я наличие отдал. Он говорит, ну все, свидетели есть, свидетели нет. Он говорит, ну все тогда, попрощайся, дружок ты мой ненаглядный. Ты ничего не догонишь. А у следаков и у правоохранительных органов, у них-то цель-то какая? Чтобы просто массово люди начали писать заявление, чтобы их дело получило резонанс. И с помощью этого просто уничтожить компанию. Вот и все. Ну, начнем с того, что, смотри, компания, например, Гермес, она уничтожилась сама по себе на минуточку. Юридическое лицо Гермес уже не существует. Без всяких следователей. Ты спросишь, а как это так получилось? А это надо у Романа Василенко спрашивать. Как это они зарегистрировали оптовую компанию, а через полгода она закончила. Все, приехали. Понимаешь, тут очень много вопросов. Нет, я с вами согласен, Андрей, что вопрос по внутрянке нужно было решать года полтора назад уже. Это надо было, вот эту внутрянку надо было, ну, как бы, как говорится, ну, сейчас пожинают, плоды, что. Я с вами согласен. Внутрянку надо было убирать года два назад. Повторю, с точки зрения тех людей, которые написали заявление, они считают, что произошло кидалово и ждать от Василенко нечего. То есть, он всех кинул, как я показывал, согласно отчетам самой же компании Гермес, на счетах, там, больше двух миллиардов евро. То есть, и с их точки зрения, он платить ничего не собирается. Он всех кинул. А потом был создан новый проект под названием United to Live, чтобы собрать еще больше денег. Понимаешь? И, ну, повторю, с их точки зрения мы занимаемся, те люди, которые еще верят в какие-то выплаты, что это все чушь собачья, никаких выплат не будет. Он уже всех кинул. Понимаешь? Вот. И здесь, получается, две диаметральные точки зрения. Те, которые еще верят, что Василенко все-таки человек чести и когда-нибудь начнет платить, это одна точка зрения, они готовы еще подождать. А другие говорят, что ждать уже нечего, семь месяцев прошло, и кроме болтовни у людей в карманах ничего не прибавилось. Вот две диаметральные точки зрения. И каждый считает, что он прав, а противоположная сторона не права. И я не собираюсь в чате никому затыкать рот. Каждый имеет право высказывать свое мнение, только делайте, пожалуйста, без оскорблений, без наезда. Хотел бы подчеркнуть, какой политики я стараюсь придерживаться в нашем телеграм-чате новости Life is Good. Я считаю, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но человек должен это делать без оскорблений, без наездов, аргументированно, выражая ту или иную точку зрения. За прошедшие месяцы можно заметить, что сформировалось два противоположных лагеря, так называемые хейтеры, которые считают, что Life is Good, Гермес, Bestway это все грандиозное кидалово, Роман Василенко мошенник, и единственный путь для инвесторов получить обратно свои деньги это писать заявление в полицию. То есть, это их позиция, их точка зрения. Есть и другой лагерь, люди, которые безоговорочно верят Роману Василенко и считают, что великий Роман Василенко, человек тысячелетия, как он сам себя позиционирует, он все вопросы решит, обязательно все восстановит, как говорится, победа будет за нами. И, ну, наверное, вы замечаете, что в нашем чате периодически происходят стычки между представителями этих двух лагерей. И, конечно, представителям какого-то одного лагеря не нравятся аргументы или высказывания другого лагеря. И, соответственно, они хотели бы, чтобы представители другого лагеря просто заткнулись. Но, повторю, каждый имеет право высказывать аргументированно и обоснованно свою точку зрения при условии, если он это делает адекватно, аргументированно, без наездов и оскорблений. И этой практике я стараюсь придерживаться. Не секрет, что есть чаты, которые стараются придерживаться исключительно позитивной повестки по отношению к Life is Good или Роману Василенко, и где не допускается никакая критика, никакой негатив в адрес компании или Романа Василенко. И если кто-то задает неудобные вопросы или критикует, его, как говорится, оттуда удаляют. Есть и противоположная сторона чаты, в которых публикуется только разоблачение, только негатив и так далее. И любой, кто попытается, например, вступиться за Романа Василенко или привести какие-то позитивные моменты, подвергается сразу насмешкам, астракизму и так далее. Ну, я считаю, что в нашем чате мы придерживаемся такой умеренной позиции. Пожалуйста, если ты веришь и считаешь, что Роман Василенко все обязательно наладит, компания будет работать дальше и всем будут выплачены средства, окей, пожалуйста, высказывай, аргументируй, почему ты так считаешь. В идеале приводи какие-то факты. Если ты имеешь противоположное мнение, пожалуйста, точно так же можешь высказывать аргументированно свое мнение, но, повторю, нужно это делать без наездов, без оскорблений, так сказать, проявляя уважение к другим участникам чата. Если вы еще не являетесь участниками нашего чата новости Life is Good, в котором мы периодически делаем созвоны, то, пожалуйста, добавляйтесь в наш чат, ссылку на него вы видите внизу данного ролика. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club Возможности безграничны!